Продолжение следует... 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 и не дойдутся на эту дуэссенцию. То есть, ну, они постоянно сражают, чтобы справлять спасения этого маятного государства в Петербурге. В Петербурге, Татистанцию — самопректированно и справлять все данные по всей гуртам, которые физически устраивают прекрасно, например, они по всей соседе, со спиной. То есть, на мартинный спрос. Соответственно, на дорожном управлении на трезвязь, неопределенность плотки в мире 20-ти, с правилом, на статистическом управлении, а на другом, что еще разрушает, а с этим делал дейв, и, в результате, уходит еще, что уже есть на юге, но, вот, я вот, содержание, которое вы рассматрировали, это джебель, шутка, прежде всего. Соответственно, это дорожное, что не просто, чтобы мощнее, удобнее за клиентом, чтобы продаж по пожарным. То есть, у нас в конструкции, есть и реабилитетели, что это социализм. Вот, релик, релик какой? Они не реабилитетели, а здесь, например, какое должное количество, например, а то, что шоу, оставлено на всех руках, на всех руках. Это, кстати, на других продуктах, у них, там, творчество, на других партнерах, то есть, тупное, на всех руках, и, в принципе, решить можно, но они не сделают. Ну, собственно, все решаемо, но если в компании нету, например, актив директори, базисом для System Center Configuration Manager, то есть, полноценная он-премис внедрения какого-то мощного ресурса, мощного сервиса, как System Center Configuration Manager, требует очень-очень больших вложений. Соответственно, а можно ли без этих вложений каким-то образом решить эти вопросы? Собственно, Windows Intune — это онлайн-подписка, которая позволит без наличия каких-либо дополнительных инфраструктурных вложений обеспечить тот функционал, который фактически выполняет System Center Configuration Manager. И более того, то есть, некоторые вещи, которые System не выполняет вообще. То есть, например, сайдлоудинга приложений для смартфонов. Например, если есть необходимость добавить какие-то или опубликовать какие-то приложения для Windows Phone 8 либо iPhone, соответственно, я как администратор могу это сделать, и пользователь, зайдя со своего смартфона через браузер, может проставить те приложения, которые приемлемы для него и для этого девайса. Ну и другие вещи. Соответственно, все, что требуется — это наличие интернет-соединения и установленного небольшого клиентика на ПК, если это ПК. Для смартфонов и планшетов клиента не требуется. Управление смартфонами и планшетами все это базируется на ну с декабрьской версии все это базируется на нативных средствах операционной системы мобильной. То есть, сейчас это базируется на экченж-эктивисинг транспорте. Но с декабря он уже будет не нужен. Но я подробнее еще остановлюсь на этом. То есть, что делает сам сервис? Что Windows Intune делает? Первое — это защита от вредоносных программ. То есть, Windows Intune как подписка включает в себя Endpoint Protection Service. Он включает в себя возможность управления ПК по аналогии с групповыми политиками. Но, как я уже сказал, для того, чтобы Windows Intune внедрить, нам не нужно ничего кроме интернет-соединения и маленького клиента. То есть, нам совершенно не интересно, эта машина в домене, не в домене, она подчиняется групповым политикам, либо нет. То есть, в Windows Intune консоли есть свои похожие групповые политики. Безусловно, они по функционалу не такие подробные. То есть, если мы посмотрим на групповые политики, там порядка четырех или свыше четырех тысяч настроек. То есть, здесь их меньше, но они именно те, что необходимо. Эти политики применяются как к ПК, так и к смартфонам. То есть, единственное, что немножко разные настроечки, я покажу их, но тем не менее, они применяются и к компьютерам, и к мобильным устройствам. При помощи онлайн-сервиса мы распространяем как обновление, так и и программное обеспечение, как Microsoft, так и не Microsoft. Тот же самый, ну, похоже, как в групповых политиках у нас есть развертывание софта. То есть, очень похоже вот здесь. Упреждающий мониторинг и оповещение. Очень подробный мониторинг в том плане, что я, например, там четко вижу, какие жесткие диски у меня забиты на 90-100%. То есть, соответственно, я могу проактивно мониторить, а не тушить пожары, как это обычно бывает в компаниях. Плюс есть масса там разнообразных предупреждений о том, что там какие-то машины не отсканировались в плане антивируса, какие-то машины там не проапдейтились, какие-то машины вообще замерли, то есть они не появлялись в интернете и, соответственно, не репортили мне в клауд свою статистику там два или три дня, к примеру. Ну и другие вещи. То есть, соответственно, упреждающий мониторинг достаточно гибкий. Удаленная поддержка. Приведу пример. Вот одно из министерств в Венгрии, с которыми мы работаем, поставили достаточно тривиальную задачу, которую достаточно сложно оказалось решить другими средствами, кроме Intune. У них есть масса-масса компьютеров, иногда по одному-два в разных странах по всему миру, и им необходимо было каким-то образом, первое, обезопасить, второе, управлять компьютерами, то есть, чтобы они подчинялись определенным стандартным каким-то политикам компании или организации. И самое главное, обеспечить удаленный доступ, без каких-то, каких бы то ни было там дополнительных третьих средств. Соответственно, Windows Intune помогает это сделать очень простым способом. То есть, конечный пользователь на консольке говорит запросить удаленный доступ, и Intune-администратор на своей консоли видит, что тот или иной компьютер отправил запрос на удаленное подключение, и создается RDP-сессия, и буквально там, в 4 секунды стандартными средствами Intune подключается к данному ПК. Инвентаризация оборудования и программного обеспечения. Тоже очень интересная вещь, и в частности, она интересна как компаниям, как обычным компаниям, которые давно работают и вполне легально, так и тем компаниям, которые хотят полностью легализоваться и понимать четко, сколько у них каких программ используется. То есть, при помощи тех стандартных средств, которые у нас есть, я могу четко видеть, сколько у меня установлено на всех ПК во всей моей организации, там, офисов, там, я не знаю, там, Adobe Photoshop, там, и так далее, и так далее. То есть, все программное обеспечение, которое есть на всех ПК во всей моей организации я вижу, плюс есть отдельный раздел, где я либо подтягиваю информацию из OLP-портала, либо же вручную ввожу, сколько лицензии моей компании было куплено. И эта информация, она сводится в едином отчете, делается тоже, там, за пять секунд это все. То есть, я четко представляю, сколько у меня сколько у меня куплено, и сколько у меня используется. Соответственно, я тоже вижу, понимаю, там, на каких компьютерах используются программы, которые не должны использовать, там, например, игры в рабочих, на рабочих компьютерах, там, и так далее. Вот, эта информация никуда из этой компании не уходит, чтобы вы понимали, что Microsoft, там, не будет приходить и говорить, а почему у вас столько-то установлено, столько-то куплено, да. То есть, это ваша конфиденциальная информация, которая защищена, и многие, вот, там, спрашивают, боятся, не знаю. Ну, то есть, это та внутренняя информация, которая остается у вас. Политики безопасности, я уже сказал. И еще одним преимуществом MinTune есть в, то есть, у нас есть три SKU, в самой дорогой SKU он включает в себя Software Assurance на Windows клиент. Это значит, что если, например, компании, у которых есть Spark ПК на базе Windows XP, и давно уже компания там думает, это как бы нам перейти на более технологичную версию операционки. Вместо того, чтобы там покупать апгрейд, есть возможность купить подписку на Windows Intune, и пользоваться Windows 8, либо Windows 7, что подходит, пока есть подписка на Windows Intune. Ну, это самая дорогая версия Windows Intune, которая включает и Software Assurance, и тот функционал, о котором я только что рассказал. Значит, в чем отличие и преимущество онлайн-сервиса по сравнению с OnPremise решениями? Я не буду долго говорить о том, что там единоразовое вливание в аппаратную часть, постоянное обслуживание аппаратной части, если строится OnPremise решение, она требует гораздо, гораздо больших ресурсов, нежели онлайн-подписка. Это, само собой разумеется. Значит, какие отличия именно в онлайн-сервисах по сравнению с OnPremise решением? Дальше вы уже для себя должны сами решать, понимать. Первое, это то, что онлайн-сервис или подписка на этот онлайн-сервис, сам онлайн-сервис, его функционал обновляется раз в среднем в 6 месяцев. То есть, если мы сравним с подпиской, вернее, если мы сравним с обычным продуктом, там, например, тот же самый System Center Configuration Manager, который является достаточно мощным средством управления ПК, то там вопрос 2-3 года обновления самого продукта. здесь вот за полтора года у нас в декабре будет четвертое уже четвертое обновление. То есть, есть возможность использовать Windows Enterprise посредством использования Software Assurance, который входит в Windows Intune. гибкое управление имеется в виду, что мы, ну и поддержка гибкого стиля работы, имеется в виду то, что мы достаточно просто, поставив всего лишь один небольшой агент и сделав одну всего лишь подписку, кстати, онлайн ID используют тот же самый, который и в Office 365 для управления местами. То есть, имея это, мы покрываем все те ПК, которые не покрыты, например, тем же самым System Center. Потому что, вот, много у меня заказчиков по всей центральной и восточной Европе есть, где есть System Center Configuration Manager, который по разным причинам не может покрыть все 100% мест. То есть, там 5-10% почему-то вылетают. То есть, причем компании совершенно разного характера, да, или тейловые компании, и банковские, какие-то там банковские секторы и так далее. То есть, вот эти вот оставшиеся там 5-10% мест мы можем покрыть посредством Windows Intune и плюс захватить те мобильные устройства, которые становятся все больше и больше головной болью для IT администраторов. То есть, по статистике сейчас порядка, если взять там среднюю температуру по больнице, 13% сотрудников так или иначе используют свои домашние смартфоны, домашние, свои личные смартфоны для доступа к корпоративным ресурсам. Ну, прежде всего, это корпоративная почта. И, опять же, по той же самой статистике, порядка только 6% о 6% знают IT директора и знают IT администраторы. То есть, куда, где, каким образом используются остальные, остальные проценты непонятно. И, соответственно, после того, как устройство утеряно, украдено, каким-то образом информация достаточно легко может попасть в чужие руки. И вот это вот в последнее время становится все больше и больше головной болью для IT администраторов. Так вот, Windows Intune, соответственно, кроме оставшихся непокрытых систем-центром мест, может также покрыть и мобильные устройства, включая планшеты, включая смартфоны. Это один из сценариев использования. Второй сценариев использования – это компании, у которых нет вообще никакого средства управления ПК. То есть, та компания, которая дешевле заплатить за подписку и проще заплатить за подписку, нежели строить свой дата-центр, строить там свою инфраструктуру AD, систем-центра и так далее, и так далее. То есть, вот два сценария. Идем дальше. Значит, управляемая гибкость для мобильных устройств. Значит, для IT-персонала, если мы говорим об управлении мобильными устройствами, достаточно просто есть возможность настроить или закрутить гайки в плане безопасности для Windows-фонов, для iPhone-ов, для iPad-ов, для Android-смартфонов, для Windows RT, чего, например, там System Center тот же самый не умеет делать. Ну, имеется в виду Windows RT. Без наличия Exchange on-premise, без наличия Exchange ActiveSync вот с декабской версии. И применить те настройки безопасности, которые необходимы. Ну, например, там, ограничить использование устройства, если не используется пароль для входа на устройство. Мы можем варьировать там длину пароля, буквенно-цифровое используемое, либо цифровое и так далее. На устройствах мы можем удаленно заставлять шифровать содержимое всего устройства и или содержимое карточки дополнительной памяти. Мы можем блокировать удаленно камеру, мы можем блокировать использование браузера на смартфоне. Также удаленно мы можем девайс стирать, да, если устройство украдено или утеряно, соответственно, мы можем его обнулить. То есть вот примерно те задачи, которые покрываются Windows Intune в плане удобства IT-персонала для управления устройствами. Для пользователя появляется хорошая возможность использовать свои личные устройства в профессиональных целях. Многое говорилось сегодня и на Keynote, и на остальных сессиях, что так или иначе Consumerization of IT, хотим мы этого или нет, он нас заставляет использовать так или иначе свои, или делает удобным, скажем, использование своего личного устройства для служебных целей. Пользователи могут добавлять сами со специального портала, я его покажу, могут добавлять сами устройства, поскольку одна лицензия Windows Intune покрывает использование до пяти разных устройств. К примеру, если у меня есть ноутбук обычный стандартный, планшет и там один телефон или несколько, все эти устройства я могу добавить сам лично без помощи IT-администратора в некое свое окружение. И буду уверен, что эти устройства, они все безопасны, что эти устройства, с этих устройств я могу зайти на специальный портал и поставить приложение, которое мне администратор опубликовал. без наличия административных полномочий, я могу поставить приложение на ПК, ну и, соответственно, конечно же, на смартфон. То есть, что-то похожее на marketplace, только корпоративный, да, то есть, только доступный через HTTPS протокольчик. Ну, вот то, что я сказал. IT-персонал может устанавливать приложения для различных профилей, имеется в виду для различных платформ. то есть, если я на корпоративный портал захожу с Android, например, соответственно, мне предлагаются только те приложения, которые опубликованы для меня и для моего устройства. Если я захожу с Windows Phone, соответственно, тоже для меня и для Windows Phone. То есть, портал сам определяет, какие приложения доступны для этого текущего устройства, которым я зашел на этот портал. Вот. Далее. Далее, что у нас. Значит, теперь масштаб компании, куда ставится или куда имеет смысл внедрять Windows Intune. Ну, компании совершенно разные. Я бы не сказал, что это продукт для SMB, поскольку на данном этапе развития, по крайней мере, полтора года спустя первого релиза, он это не SMB-шный продукт. То есть, это продукт для компаний достаточно разных масштабов. У меня есть в Центральной Восточной Европе пример внедрения как там трех мест, так и двух тысяч, там, тысячу девятьсот мест. Причем, вот эта вот компания, о которой я говорю, вторая, она отказалась от System-Cent Configuration Manager вообще и полностью перевелись на Intune из финансового сектора. Значит, то есть, ограничений как таковых технологических нету. Есть некое мягкое ограничение в пять тысяч мест, связанное там с технологическими какими-то вопросами, то есть, то есть, до пяти тысяч мест приспокойно мы можем рассматривать Windows Intune как облачная альтернатива какому-то On-Premise PC и Device Management решению. С декабрьской версии, что очень интересно, Windows Intune отлично работает с SCCM 2012 SP1, то есть, унифицируется отчетность, унифицируется возможность из одной SCCM консоли видеть как SCCM менеджед устройство, так и Intune менеджед устройство. То есть, вот тот сценарий, который я говорил, что у нас не все устройства покрыты SCCM там 5-10% покрываются Intune, мы все это видим с одной SCCM консоли, то есть, нет необходимости иметь несколько приложений, одно из которых будет заниматься мобильными устройствами, другое ПК, это все в одной SCCM консоли. Значит, есть исследования, которые показывают, насколько это выгодно или невыгодно, на самом деле, вы для себя сами можете просчитать, это делается через ROI-калькулятор, который есть на сайте, просто поиском найдите ROI-калькулятор для Intune, то есть, вы вводите там средние показатели по вашей компании, от количества мест до средней зарплаты сотрудников и IT-персонала, и вы на выходе видите, насколько актуально для именно вашей компании это решение. То есть, я на этих вещах сейчас останавливаться не буду и перейду к перейду перед демонстрацией, еще нет, где-то дальше немножко, вот на следующем слайде демонстрации, а пока перед демонстрацией, значит, в плане Mobile Device Manager, что мы кроме ПК, какие устройства кроме ПК и как мы ими управляем. Значит, это Windows Phone 7.5 и новее, это iPhone и iPad с iOS 4.0 и новее, и Android 2.1 и новее. Значит, для вот этих вот, для вот этих вот Windows Phone, вернее, 8 и iOS 4.0 и новее, нам с декабской версии Windows Intune не потребуется никакой On-Premise Service. То есть, как я уже упоминал, для этого, как транспорт ранее использовался, вернее, сейчас вот, декабская версия используется Exchange ActiveSync. То есть, он не нужен будет для Windows Phone, он не нужен будет для iPhone и iPad. Он остается необходимым только для Android. Ну, посмотрим, как это будет дальше реализовано. Пока что нету возможности технологически использовать стандартные средства мобильной операционной системы, для управления, для применения политик безопасности на Android. На остальных платформах есть возможность. Значит, подгрузка приложений, я уже сказал, как это работает, да, то есть, это публикация для самостоятельной инсталляции, это настройка, настройка безопасности, это применение политики, это ограничение использования корпоративной почты. То есть, я могу сказать, что, например, я не хочу, чтобы сотрудники загружали аттеджменты в почту, если они используют доступ с мобильного телефона. Я уже говорил о шифровании как устройства, так и дополнительной карты памяти, если она есть, и так далее. Удаленное стирание устройств. Нет необходимости использовать EAS, уже говорилось. и единая консоль с System Center Configuration Manager. То есть, вот, таким вот образом мы можем управлять мобильными устройствами. Вопросы? Да. Я понял вопрос. Я повторю, чтобы все слышали. Значит, можно ли решить задачу, если у нас есть свой OCCM, есть несколько организаций, или там, подразделений, которые, как, или клиентов, которыми, ну, которые можно управлять. Значит, вы намекаете на какую-то аутсорсинговую модель какую-то, да, которую вы бы для своих целей использовали. На самом деле, этот вопрос звучит очень часто в последнее время, потому что, действительно интересная идея, когда я, как компания аутсорсер, беру на поддержку, там, маленькие компании, там, 5, 10, 20 машин, у которых нету своего администратора, и, по сути, которым нужен какой-то сервис, который бы они хотели арендовать, в частности, там, системного администратора, арендованного. На самом деле, эта модель имеет место быть. Единственный нюанс здесь, что заказчик, или ваш заказчик, да, ваш клиент должен купить на себя эти лицензии. То есть, поскольку Windows Intune лицензии, они на компанию, вы не можете купить себе, там, 500 лицензий, а потом тому раздать 20, тому 30, тому 50. То есть, вы должны, вы должны, собственно, сделать, ну, или помочь, помочь заказчику купить. погибеть. С чем, с чем? Нет, нету, нету сейчас. Такой возможности, я по вариантам лицензирования пройдусь в кратенько, то есть, но в аренду он это не сдается. Если вы являетесь партнером, который помогает имплементировать это заказчику, тогда партнерские отчисления имеют место, да, там, в зависимости от количества проданных мест, соответственно, есть какие-то партнерские отчисления. Вот, но финальная стоимость от этого не меняется для конечного заказчика. То есть, если он, например, там стоит одну сумму, то он стоит. Мы к этому еще немножко попозже дойдем. Еще вопросы перед тем, как я к демонстрации перейду. Значит, окей. Каким образом андроиды устройства управляются при помощи Exchange Active Sync? То есть, каким образом эти, там, скажем, политики групповые, которые с Intune публикуются на разные устройства, они накатываются технически. Значит, делаются следующим образом. Должен быть Exchange On-Premise обязательно. Не Exchange Online, а Exchange On-Premise. Для Exchange On-Premise скачивается прямо с консоли Windows Intune коннектор, который понимает, что есть Intune сервис, и Exchange Active Sync протокол используется для того, чтобы задеплоить тот функционал, который в политиках есть. Если вы посмотрите, если взойдете там на какой-то там общеизвестный ресурс, например, в Википедию, и введите там EAS Features, то есть, функционал, который Exchange Active Sync, в принципе, может передать, достаточно обширный. То есть, таким образом, на текущий момент имплементируются все политики, которые касаются всех устройств, которые мы сейчас поддерживаем. с декабрьской версии мы немножко отходим от этого. Почему? Для того, чтобы расширить диапазон тех вещей, которые можно в дальнейшем менять или там настраивать удаленно. Ну, например, какие-то вещи, связанные с мобильным оператором, какие-то вещи, связанные с Wi-Fi настройками и так далее. То есть, те вещи, которые, возможно, Exchange Active Sync не будет в дальнейшем поддерживать. То есть, мы не хотим опираться на какой-то стандартный протокол. Мы хотим, чтобы тот функционал, который мы настраиваем удаленно, чтобы он поддерживался нативно теми, то есть, самой операционной системой мобильной. А до декабской версии это работает вот таким вот образом. Окей. Давайте посмотрим, что что же это такое в живую. Так, так, так. Дупликейт. Так, так, так. Значит… Где? Где? Extend Windows P. Дупликейт. Мне нужно онлайн-айди для того, чтобы я зашел на свою консоль. Собственно, я использую тестовый аккаунт, ну, как тестовый, наш демо-аккаунт, который включает в себя там порядка 540 машин, ну, ПК и порядка там 13 телефонов. Ввожу учетные данные и имею доступ на… к своей компании. Да, и кстати, вот еще отвечая на ваш вопрос, то есть технически можно сделать так, чтобы, например, если у меня есть несколько компаний на аутсорсе, то каждая компания, купив себе там, например, там 10, 15, 20 мест Intune, она добавляет в вашу онлайн-айди как администратора с определенной ролью. Read-only либо с полным доступом ко всему. Соответственно, когда вы вводите, если на вашем онлайн-айди несколько компаний, вы не попадаете сразу в консоль управления одной компанией, а вы сразу попадаете на сводную консоль, где видно там, здесь компания зелененькая, здесь там какие-то там красненькие вещи, да, то есть нужно обратить внимание и так далее. Вот. У меня в данном случае для этого онлайн-айди всего лишь одна компания, соответственно, соответственно, я попадаю сразу в свою консоль. Что же я здесь вижу? Ну, прежде всего я вижу, что у меня сегодня критические обновления требуют утверждения, то есть какие-то апдейты необходимо проопровить. Endpoint protection, вот у меня какой-то вирус поймался, надо будет посмотреть сейчас. Значит, программное обеспечение в плане деплоймента отсутствует. Вот. Работоспособность агента. Вот 538 компьютеров у меня давно не появлялись в сети. Ну, опять-таки, аккаунт как бы демо, поэтому очевидно, что не часто они появляются в сети. Сразу я вижу сводку по компам, я вижу, например, там, что у меня там 64 ПК, заполненные винты почти под завязку. Соответственно, я могу сразу же в любом месте эти 64 ПК, ну, по этому гиперлинку я могу в любом месте в консоли достать эти ПК и, соответственно, отправить их в CSV либо HTML формат, а с декабрской версией у нас отчетность будет унифицирована с отчетностью System Center. То есть, таким образом, я сразу же формирую список тех ПК, которые стоит там проактивно поменять винты, дать задачу там младшему системному администратору, который будет последовательно этим заниматься. Возвращаемся обратно. Давайте все-таки посмотрим на этот вот, этот вот вирус какой-то, значит, Троян-32-зебот. Я сразу же в онлайне могу посмотреть, почитать детально, что это за вирус, как с ним бороться, в зависимости там от его сложности будет больше там или меньше описание самой проблемы. Значит, один компьютер, для которых требуется действие, вот он Home Office 01. Я могу посмотреть свойства. Значит, вот Home Office 01. Я вижу, в принципе, сам ПК достаточно здоровый, но вот Endpoint Protection все-таки увидел здесь кое-что. Ну, давайте посмотрим детально, что в этом ПК есть. И обращаю внимание, что по всем вот этим вот характеристикам, которые мы дальше посмотрим, и обновление, и оборудование, и программное обеспечение, мы дальше можем делать любые запросы. Очень и очень гибкие, я покажу. Значит, вот, собственно, все апдейты, которые здесь стоят, их очень большое количество, не буду сейчас просматривать. Поймана вероносная программа, оповещения отсутствуют, оборудование, то есть достаточно детальное описание оборудования, название машины, там, платформа, модель, количество физической памяти пользователя, который работает на, или последний входящий пользователь на эту машину. Тип корпуса, биос, имя, версия, изготовитель, дата и так далее. По процессору, достаточно детальная информация. Физический диск и логические диски. Я вижу все разбивки на винтов, я вижу характеристики сетевых адаптеров, вплоть до МАК-адресов, скорости, конфигурации, айпишников и так далее. Я вижу другие параметры, которые касаются, там, мониторов, принтеров, там, физической памяти и так далее. То есть, по всем этим параметрам я могу дальше делать запросы, я покажу, как это делать. Вот, что у нас в плане ПО? На этом ПК установлены, что у нас? Вот, Adobe Reader, Gears of War, для любителей поиграться, еще одна игра рулинга. Ну, то есть, человек, видно, что занимается делом на работе. Вот, соответственно, я могу поговорить с ним, могу сделать какие-то определенные выводы для себя, вот, по тому, что творится в плане аппаратного обеспечения, программного обеспечения. Вот, но, в любом случае, вирус уже заблокирован, то есть, мне, то есть, эта информация понадобится исключительно, исключительно профилактических целях. Значит, по телефонам, что у меня в хозяйстве здесь есть? Есть 13 телефонов, Android, Windows Phone 7.1, iOS и так далее. То есть, какая информация по телефонам, ну, или по смартфонам? Значит, оповещение, оборудование, то есть, оборудование, конечно, не так подробно, как у ПК, но, тем не менее, мы видим тип операционки, мы видим та учетная запись корпоративной почты, которая используется на нем, мы видим модель, мы видим имей номер и там последние четыре цифры телефона. Вот, значит, что, как, каким образом этим мобильным хозяйством управлять? Значит, политики возьмем, например, мобайл секьюрити полиси там создан, я не могу их создавать, потому что у меня read-only аккаунт. Вот, то есть, я могу принудительно применять настройки, если кто-то хочет подцепиться к опоративной почте. То есть, если эти настройки применены, добро пожаловать, если не применены, до свидания. Пароль цифровой, буквенно цифровой, минимальная длина, использование простых паролей нет, допустимость неуспешных попыток блокировать экран устройства там после бездействия, вот, шифрование как устройства, так и карт памяти, загрузка электронной почты, блокирование устройств, блокирование камеры на устройстве и, или браузер на устройстве. Вот, то есть, это те вещи, которые применяются к мобильным устройствам. Обращаю внимание, что вот поскольку сам продукт, сам Windows Intune обновляется, или функционал добавляется каждые шесть месяцев, то тот базовый набор настроек в плане управления мобильными устройствами, он будет и будет обновляться. Кроме того, что, кроме этого, ну, Windows Intune позиционируется как потенциальный продукт, ну и текущий уже продукт, для управления мобильными устройствами. То есть, System Center, в свою очередь, это управление серверами и ПК, которые можно покрыть. Windows Intune, это все оставшиеся ПК и мобильные устройства. И новый функционал будет добавляться, новые фичи, которые касаются мобильных устройств, также будут добавляться. Значит, покажу еще несколько вещей, которые могут быть интересны. Например, лицензии. Как, например, сопоставить... Давайте зайдем вот в программное обеспечение. То есть, я вижу все эти программы, которые установлены на всех ПК во всей моей компании. То есть, я вижу, например, что Office Professional установлен на на 191 компьютере. Или там Professional Plus на 100 компьютеров. То есть, я все эти компы могу сразу же посмотреть, их список получить через эту ссылку и так далее. Для того, чтобы сравнить, сколько у меня лицензий куплено и сколько установлено, программного обеспечения. Посмотреть отчет... Стоп. Не так. Посмотреть... Отчет об установке. Посмотреть отчет. То есть, в данном случае выполняется запрос на наличие купленных лицензий и соответствие этим купленным лицензиям установленного программного обеспечения в компании. То есть, в этом случае я вижу, что у меня, например, там... То есть, вот столько у меня общих установок есть и вот корпоративных лицензий или прочих лицензий, да. Предварительно, я еще раз повторяю, что предварительно я вот те лицензии, которые куплены, я либо ввожу вручную на самом сайте, в другом отделе, либо же подтягиваю с портала корпоративного лицензирования автоматически. Вот, ну, собственно, вот... Не знаю, что у нас тут. Что, Vista, бизнес? Нет, это неинтересно. Ну, вот, например, Office Professional 2007+, общее количество установок 191, а корпоративные лицензии не одной. Соответственно, я могу посмотреть, открыть именно эти 191 компьютер и там давать уже какие-то там дальнейшие распоряжения в плане мониторинга целесообразности использования этого продукта, если... Вот, собственно, эти ПК. Если это приложение используется не по назначению там или или же докупать лицензии, которых не хватает. Значит, и, наверное, еще одна вещь, которую я покажу, это корпоративный портал. Вот, тот портал самообслуживания, о котором я говорил ранее. Для ПК он выглядит следующим образом. То есть, если я захожу со своего компьютера, то есть, я вижу те приложения, которые для меня опубликованы. То есть, без админполномочий я могу установить эти приложения на свой ПК. То есть, предварительно системный администратор опубликовал там, с файлами ответов, понятное дело, некое приложение, которые, например, являются бестандартными бизнес-приложениями, доступными для всех, либо же для какой-то группы пользователей. Excel Viewer – это тот же самый Office 365, можно удобно распространять или устанавливать, если необходима клиентская часть для инсталляции. Ну и так далее. Значит, здесь все мои устройства, то есть, таким образом, вот через портал самообслуживания я могу добавлять компьютеры до пяти компьютеров на одну лицензию, добавлять телефоны и так далее. Очень похожий портал для телефонов, но я сейчас не буду заходить, точно такой же самый, только там есть приложение и обратиться в IT-службу. Обратиться в IT-службу – это запросить удаленный рабочий стол и обычные телефоны. То есть, вот такой нехитрый портал для самообслуживания, но опять-таки, его эволюция также, я думаю, что ждет в следующих версиях. Ну, то есть, я больше не буду углубляться в подробности, то есть, я показал буквально, я не знаю, процентов там 15-20 функционалов, которые есть. Ну, во всяком случае, я думаю, что… Где моя презентация? Вот она. Я думаю, что общее впечатление все-таки какое-то есть. Значит, декабрьская версия выходит в декабре этого года. Я, в принципе, уже об этом говорил и повторяться не буду. То есть, мы уходим, ну, в двух словах буквально, концептуально, мы уходим от Exchange ActiveSync и у нас добавляются новые SQ, то есть, разные версии. Я сейчас о них остановлюсь, у меня остается достаточно мало времени, я так понимаю, минуты три. Вот. Значит, интеграция с System Center Configuration Manager, то есть, я тоже уже об этом говорил, останавливаться здесь не буду, да. То есть, есть System Center Configuration Manager, который покрывает там сервера и основные ПК, и есть Windows Intune, который покрывает не покрытое CCM устройство плюс мобильное устройство. Либо же, если компания не имеет этой части, вообще нету средства управления, то при целом можно покрыть все Windows Intune продуктом, абсолютно нормально это работает. так, это тоже мы пропустим, это как итог, как вывод. И, собственно, варианты лицензирования. То есть, если в компании ничего нету, ну, в смысле, нету System Configuration Manager, есть необходимость купить Windows Intune. Для этого есть два способа, да. То есть, самый дорогой вариант – это Windows Intune с Windows Enterprise правами. Ну, другими словами, с Software Assurance для Windows клиента. То есть, на сегодняшний день такой SQ тоже присутствует, он стоит 11 долларов на пользователя в месяц. Что само по себе достаточно недешево, но не забывайте, что Software Assurance – это достаточно дорогая часть, которая, наверное, стоит половину всей лицензии. Соответственно, вот новая SQ, которая появляется с декабря и января, в зависимости от того, в каком канале, в этом канале, через онлайн с января, в Enterprise Grimity с 1 декабря. То есть, есть возможность купить по стоимости дисконтированной на Software Assurance, то есть, практически в два раза, дешевле Windows Intune, то есть, как сервис. То есть, тот функционал, который я показывал, ну, и который не показывал тоже. Причем, уже ваше право использовать либо Windows Intune, либо System Center Configuration Manager на этом месте, поскольку Windows Intune лицензия будет включать как Intune функционал, так и SCCM функционал. То есть, вы покупаете, например, там 200 мест Windows Intune и потом уже решаете, вы будете использовать SCCM на этом месте, либо же вам удобнее использовать Windows Intune. И еще дешевле версия, значит, в случае, если уже есть System Center Configuration Manager, и есть необходимость покрыть те устройства, которые не покрыты, да, плюс мобильные устройства. В таком случае, вы докупаете, там, на то количество мест, которые необходимо, там, покрыть в плане мобильного использования, там, энное количество, вот, самое дешевое, SCCM Windows Intune, и, соответственно, используйте его на тех пользователей, которые не покрыты. Лицензирование у нас с декабря на пользователя, потом сейчас на девайс. Вот, в декабрьской версии у нас одна лицензия равно один пользователь, один пользователь равно пять устройств. Причем, без разницы, это x86-архитектура, либо это ARM-устройство, да, то есть, без разницы, без разницы. Единственное, что вот здесь вот, если есть Software Assurance, то он распространяется только на один ПК. То есть, если у вас там в хозяйстве пять полноценных Windows 8 ПК, это тоже реально, но Software Assurance доступен только для одного ПК. И могут использоваться как Home-версии ПК, так и не Home. То есть, если у вас есть, там, какой-то компьютер, который находится дома, там, например, или какой-то компьютер, который по какой-то причине в организации, но не Прошка, а там XP Home, например, это тоже возможно. Вот, то есть, таким образом, я думаю, что основная идея есть, я доступен в офлайне, сейчас мы там по вопросам поговорим. Значит, подводя итог, хочу сказать, что те компании, у которых нету средства мониторинга управления ПК и мобильной инфраструктурой, самый быстрый и дешевый способ поставить все на место и сделать все структурировано, управляемо, безопасно, это продукт Windows Intune. По его функционалу мы прошлись, примерно стоимость есть, с 1 декабря будут новые цены, ну, то есть, цены, которые появятся в прайсах для Enterprise Agreement заказчиков. С 1 января продукт в новой версии будет доступен для покупки через онлайн портал. Значит, есть веб-сайт русский Intune Windows.ru, где также есть пробная версия на 30 дней на 25 ПК. То есть, вы без всяких проблем регистрируетесь, добавляете свои там домашние ПК, возможно, там мамин, папин и так далее, соответственно, ну, по крайней мере, я так делаю себя, и вижу, что творится там, что там обновляется, что там в безопасности или нет. Вот. Значит, технический блок, интересный блок, ну, можете поиском воспользоваться через блок Steaknet.com. Там есть, каким образом технологически интегрируется CCM с Intune. Ну, и многие-многие другие нюансы для более технических людей. Ну, и, собственно, мой email, можете обращаться напрямую. То есть, я отвечаю за всю центральную и восточную Европу, за этот продукт. Продукт в инкубации, продукт интенсивно развивается, и я буду рад видеть новых-новых заказчиков, которые используют Windows Intune в России. Вопросы? Слушаем. Да, Endpoint Protection является частью подписки Windows Intune. Да, входит стоимость, и при инсталляции Intune клиента Endpoint Protection агент также устанавливается. Да. Да. Смотрите, то есть, если есть задача оставить, например, существующий антивирус, то это можно сделать. Может параллельно они работать? Нет, могут параллельно они работать. Просто у меня были ситуации, когда ребята говорили, что все классно, нам все нравится. Единственное, что мы хотим оставить свой антивирус по какой-то своей политической причине. Ну, пожалуйста, если можно сделать, то есть, антивирус Endpoint Protection не ставится, остается тот. А все остальные, весь основной функционал работает. Ну, это не проблема, это не баг, это фича. То есть, ну, вопрос повторяю. То есть, если стоит Intune клиент, то SCM клиент не ставит. Ну, и наоборот. То есть, на самом деле, либо Intune, либо SCM. Поскольку они отвечают за одни и те же задачи, то либо одно, либо другое. То есть, это нужно как-то уже, ну, для себя решить и вручную понимать, да. То есть, какой агент будет управлять этим ПК. В этом случае нужно будет удалять Intune агент и ставить SCM, если есть такая необходимость, да. Ну, да, то есть, надо или заскриптовать, или вручную. То есть, ровно как... Ну, не, поставить можно вручную, если админ права есть. Ну, удаленные, вернее. Удалить самого себя не получится, нет. Окей. Значит, да, еще последний вопрос и... Насколько мне известно, API-открытых нет по интеграции. Насколько мне известно. Вот. Ну, надо посмотреть еще на технических блогах и что именно необходимо. То есть... Окей, все. Всем спасибо. Я доступен в оффлайне. Подходите, если какие-то вопросы еще остались. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok